Всем привет! Сейчас вы узнаете, какие тайные разработчики Spore оставили в своих игровых наработках, и откуда там взялась модель у Велозавра. Рад видеть вас на канале Developer Studio, и надеюсь, что вы меня еще помните, а также видео о вырезанном контенте. Тема изначального замысла Spore весьма интересна, и в этом видео мы продолжим ее, но копнем чуть глубже. Будем изучать не саму Spore и рыться в ее файлах, а займемся исследованием игровых прототипов, а если точнее, то конкретно одного очень интересного прототипа. Что такое прототипы вообще, откуда они взялись и зачем нужны? Это такие наработки игровых уровней, которые воплощают различные идеи разработчиков, и дают возможность их опробовать. Изучая прототипы, мы можем не только проследить ход мысли разработчиков, но также узнать о всех недобавленных фичах. На официальном сайте Spore в разделе Community представлено целых 14 игровых прототипов. Их там можно свободно скачать и потестить у себя на компе. Если подробно рассказывать про каждый из них, то видео выйдет просто огромным. А поскольку вы знаете, что видео я, к сожалению, делаю очень долго, то разумным решением будет видео о прототипах поделить на части. В этом видео мы рассмотрим один из самых больших и значимых прототипов, который по сути представляет собой полноценную игру. Это Gonzaga GL. В этом видео мы разберем не только сам прототип, но еще и его скрытые уровни, а также посмотрим на модели, которые остались в игровых файлах этого прототипа. Так что советую досмотреть видео до конца. Кстати, этот эпизод, как и предыдущий, создан при помощи исследователя игровых файлов Archie. Ссылку на него вы всегда можете найти в описании. Итак, поехали. Максис говорит, что Gonzaga был их последним прототипом на стадии создания. Проведу небольшой опус в открытую часть прототипа. Изначально игроку доступен прототип только этапу-существо, созданный на технологии OpenGL. Здесь нашему существу приходится охотиться на других существ и спасаться от хищников самому. Единственное существо, которое может стать вашим другом, это синий треугольник Грум. Грум, как настоящий друг, будет помогать вам во всех ваших начинаниях. Например, в охоте или в поединках с хищниками. А иногда даже может совершить самопожертвование. Здесь есть разные животные, которые представлены в виде треугольников. Например, есть много травоядных треугольников, которые не могут причинить вам ряда. А также сизый и красный, которые будут на вас нападать. Процесс поединка здесь зависит от скорости удара. Вы должны как можно быстрее атаковать. Также у существа есть шкала голода, энергии и здоровья. Ещё существо умеет кушать мясо, фрукты, рычать, а также ставить гнездо. В общем, реализовано уже много известных нам идей из финальной версии игры. Разве что нет подробных механизмов дружбы и атаки. Кстати, изначально гнездо я принял здесь за источник пряности. Хотя в этом прототипе пряность ещё не появилась. А теперь перейдём к скрытым уровням других этапов в этом прототипе. Итак, что же это за уровни, откуда они взялись? Если внимательно порыться в коде прототипа, то можно заметить, что для него существуют специальные консольные команды, вроде Fullscreen, NoSout и LoadGame. Но есть также четыре более любопытные. TribeMod, CityMod, CivMod и SpaceMod. Каждая из этих команд обозначает переход к определённому этапу. Блемени, городу, цивилизации и космосу. Космоса здесь, к сожалению, нет. Но к этому мы вернёмся позже. Как же запустить эти этапы? Через обычную командную строку, прописывая в ней путь до экзешника с прототипом. Добавляя через пробел и тире код нужного этапа. Итак, пройдёмся по самим этапам. Этап племени сильно отличается от игрового. Здесь гораздо больше доступных построек, которые, кстати, напоминают вырезанные постройки из самой игры. Здесь небольшая ссылочка на предыдущее видео. На самом деле, на этапе племя было запланировано гораздо больше возможных ремёсел и профессий. В этом прототипе есть такая профессия, которой в самой игре нету. Рекорд. Ну, то есть солдат. Ещё одно отличие от финальной версии. Постройки можно передвигать так, как хочется. Например, во время поединка с другим племенем можно поставить хилищие постройки немного поближе. Чтобы создать нового жителя в этом прототипе, нужно заставить гнездиться уже имеющегося. Ну, с вражескими племенами можно только воевать, но, к сожалению, не дружиться. Этап город — это тот самый этап, который был удалён из игры незадолго до её выхода. Этап город — это тот самый этап, который был удалён из игры незадолго до её выхода. Я часто ссылаюсь на своё предыдущее видео, поэтому можете просмотреть, про этап город там тоже сказано. Итак, в прототипе город представляет собой скопление жителей и зданий, территория которого ограничена, но может расти в зависимости от построек. Собственно, изначально нам доступны следующие постройки. Дом, в котором живут жители, банк или манибилдинг в оригинале, который срабатывает нам деньги в казну, склад еды и ферма. Это значит, наше предположение о существовании фермы подтверждается. Из всех этих построек только ферма располагается за пределами города, и еду, которая там добывается, жители переносят в хранилище еды. Шахт, которые были запланированы на этом этапе, судя по оставшимся фрагментам кода из игры, в этом прототипе, к сожалению, нет. Еще тут есть развлекательный центр, ну, как и в оригинале. Как вы уже поняли, основными ресурсами здесь являются еда и деньги. Наш город можно прокачать до нового уровня, потратив 40 единиц игровой валюты. И тогда нам еще станут доступны здания, с помощью которых мы сможем влиять на племена. Эти племена располагаются рядом с нашим городом. На племена можно нападать, вербовать свою религию или торговаться. В этот этап играть интересно, и немного жалко, что его нет в финальной версии игры. Ведь доступный нам редактор города на этапе цивилизации, по сути, является максимально упрощенной и не такой интересной версией этапа город. Далее о этапе цивилизации. Вы можете управлять своим городом и взаимодействовать с другими городами, причем двумя способами. Устанавливать в них свои посольства и нападать. Причем для этих дел вам понадобится наземный транспорт, представленный в виде синего треугольника. Существует три вида этого транспорта, как и в основной игре. Наземный, водный и воздушный. Этап в прототипе не сильно отличается от этапа в игре. Также здесь нет пряности, главного полезного ископаемого спора. Получается, что идея этапа города была старее, чем идея с пряностями. Но вот от города разработчики почему-то отказались перед выходом самой игры, а пряность наоборот, добавили. Этап космос хоть есть в коде игры, но не является оформленным, и представляет собой одну единственную фразу. Hi, I'm in Space Game Mode on Render. И нет в этом ничего страшного, ведь существует прототип этапа космос отдельно от Gonzaga GL, но это уже разговор для другого видео. Наш прототип Gonzaga GL интересен не только скрытыми уровнями, но и своими игровыми файлами, в которых в качестве пасхалки или подсказки оставлены весьма любопытные модели, про которые вам сейчас расскажет Арчи. Привет всем. Пока мы не начали просмотр материалов, я хочу передать привет всем своим родственникам. Мама, я в телевизоре. Здравствуйте. Собственно, и так, что же там лежит? Сейчас мы с вами все посмотрим. Сейчас я открою только. Мы в одном из прототипов нашли некоторые 3D-модельки, которые, как я лично уверен, были использованы где-то в игре. Даже не где-то, а конкретно в одном месте на этапе рыба. Собственно, начнем с наименее интересного. Это маленький камушек, большой камушек и водоросль. Так, собственно, что же про них можно сказать? Это маленький камушек, в нем ничего интересного. Это большой камушек, в нем тоже ничего интересного. А это водоросль. Она очень большая, самая большая моделька. И в ней, к сожалению, тоже ничего интересного, просто водоросль. Единственное, что интересно, это то, что она используется, ну, как показывается, в демо-версии Спорт. Ну, где Уилл Райт играет за лазавр на этапе рыбы, а так у водорослей можно найти. В принципе, камушки, скорее всего, тоже оттуда. Потом у нас идет какая-то редкая рыба, судя по названию модельки. Что у нее интересно? Интересно одно. Это рыба, собственно, да. У нее есть хвост. Вот эта часть тела в игре не осталась. Далее мы увидим еще один хвост. Он будет немножко другой формы. Тот тоже не остался. Как я думаю, чтобы... Ну, как, анимация плавнее зависела от типа хвоста, которого поставится на рыбу. Вот. Что интересного могу сказать? Вот этот плавничок и вот этот плавничок в игре до сих пор остались. Их можно ставить на своих существ. А вот этот рот и глаза в игре не остались, увы. И такую морду мы больше никогда не слепим. И не хотелось бы. Что еще интересного? Ну, форма тела. Если присмотреться, сзади видно, что она какая-то треугольная. В нее бачка выпирают. Отъел на зиму, так сказать. Ой. Я вообще не уверен, что в игре такое можно вытворять. Ну, легальными способами, не используя конечности. Ну, и, видать, тогда все возможно было. Дальше у нас будет Медуза. Эта моделька довольно большая. Хотя бы сама в себе в игре она маленькая. Ну, че. Собственно, что? Глаза. Три одинакового глаза. Соединены в каком-то стебельке. Дать, это была какая-то тоже отдельная часть тела. Как и вот этот панцирь, или не знаю что. Все в игре как-то доиспользовалось. Идем дальше. Дальше у нас идет... Опа, да это же полноценный кит, ребята. Смотрите, какой зубастый. Сейчас возьму, то есть съезд, блин, жопу вашу. Так вот. У него, у этого кита опять же, интересная форма тела, которую в современный спор вряд ли повторишь. И плавнички, которые в игре также встречаются. А вот второй тип хвоста. Вот. Ну да, похож на китовий. Что меня смущает, то что хвосты малополигональные и не особо качественные. Вот, можно взять и посчитать полигоны прям по пальцам. Судя по тому, как расставлены зубы, очень криво, это в рта в игре не осталось. Увы. И глаз тоже. Да ведь? Ну-ка. Значит, правда? Не, моя, еще не осталось в игре. Ух, йо, это же прям, что, целая модель, что ли? Нифига себе. О, блин, у него тут глаз осталось. Ладно. А сейчас самое интересное. Наш любимый Уиллазавр. Опа. Прям полноценная модель. Прям из демо-версии. Прям стоит самой презентации. Что у него интересного? Это плавнички. Да. Такие вот у него плавнички. Похожи на утины лапки. Но они довольно когтистые для утиных лапок. Вот такие были плавнички Уиллазавра. Потом мне уйдет его рот с зубками. Внутри там, опа, язычок. Ой, еще зубки. Три глаза. Точно такие же, как медузы и рожки. Вот как-то так. И вот судя по тому, какая модель угловатая. Вот здесь видно это в тенях. И вот я показываю. Она капец какая угловатая. Понятное дело, что она процедурно сгенерирована. То есть сделана точно в игре. Я прям более чем уверен. Так что да, эта моделька прям с той самой демо-версии. Вот такой вот раритет сохранился в одном из прототипов. Виллазавр впервые был создан в демо-версии Spore еще в 2005 году. Но прототип Gonzaga Gel был очевидно сделан ранее. Так как по сути является более примитивной версией демки. Хоть и точную дату его создания мы, к сожалению, не знаем. Из этого можно сделать вывод, что папку Underwater разработчики поместили файлы прототипа уже после того, как закончили работу над демкой. То есть разместили они эти модели специально и намеренно. В качестве пасхалки. Чтобы мы с вами могли немного полюбоваться на первых подводных существ, которые были созданы. На этом видео подходит к концу. Теперь вы знакомы чуть ближе с процессом разработки игры. И тем, как именно разработчики обтачивали свои идеи. Не болейте, и да хранит вас всемогущий спорей. Субтитры подогнал «Симон»!